Приветствую вас. Я думаю, что совершенно незлучайно вы оказались на социальном психологическом сайте, вот, и совершенно незлучайно вы читали статью о манипуляторах, вот, видимо, очень часто вы себя, к большому сожалению, чувствуете жертвы в отношениях с такими людьми. То, что вы сейчас делаете, это пытаетесь рационально, как бы вот, ну, такой вот, максимально, максимально рационалистической позиции, подойти к вопросу, вот, пытаться себе объяснить, что там, вот, полагая, что если вы, если вы себе объясните, то будет вам легче, будет вам хорошо. К сожалению, ситуация такова, что еще никому объяснение не помогало. Ну, конечно, вам отвечу на вопрос, мне не сложно, который вы задаете, но хочу сказать сразу, что учиться, учиться выстраивать личные границы, учиться замечать в себе неудобства, чувства вины, и учиться адекватным образом реагировать на это, а также работать со своей самооценкой и страхом можете только вы. И делать это имеет смысл только в психотерапии. Вы можете изучить, ну, подробнее, вы можете изучить, например, треугольник Карпмана, вот, в этом треугольнике Карпмана, в принципе, все более чем адекватно. Показано, вот, более чем адекватно, но описано, как, вот, выходит так, что люди, значит, становятся, вот, жертвы. Это не всегда приятные, мягко говоря, вот, читать о себе какие-то вещи, потому что мы о себе, как правило, хорошего мнения, гораздо лучшего мнения, чем есть на самом деле, но редко, когда это все имеет смысл, вот, потому что реальный человек, он все-таки реальный, реальный человек, он все-таки другой, реальный человек, он не совсем такой, каким он себя видел. Для чего же делают манипуляторы? То, что они делают? Зачем они это делают? Дверь достаточно прост. Манипулятор не владеет, во-первых, такими терминами, как боль. То есть, вот, не нужно себя обманывать, думая, что манипулятор хочет причинить зло людям. Вот, нет. Или боль, как вы говорите, нет. Такой цели манипулятор перед собой не ставит. По крайней мере, он даже не задумывается о том, что его действия могут причинить боль. Почему? Потому что, чтобы, чтобы говорить о боли, да, чтобы говорить о боли, ну или чтобы человек знал, что это такое. Манипуляторы часто это люди, у которых очень низкий порог, очень высокий, точнее, порог боли. Или очень низкий порог боли, что дает им такое вот, я бы сказал, несколько, может быть, мнимое оправдание тому, что они делают. Но манипулятор никогда не считает, что он причиняет боль. Он может думать все, что угодно. Он может думать, что он, значит, компенсирует какие-то свои, значит, проблемы. Может думать, что он воздает по заслугам. Он может думать все, что угодно. Но никогда, никогда манипулятор не стремится именно причинить боль. Потому что тогда бы он был плохим. Тогда бы он был ужасным. Манипулятору нужно быть и казаться, вообще-то говоря, правильно. Вообще-то говоря, манипулятору нужно быть и казаться весьма хорошим. Вот. А как это сделать, если он признается себя в том, что причиняет боль людям? Поэтому манипуляторы или другие. Это самоупреждение, это борьба со страхом, это получение власти. Манипулятор должен считать, что если ему будут подчиняться, то все будут счастливы. Вот. И это амбиция. Вот. Совсем уж таких вот, ну, я бы сказал, знаете, как я бы сказал, что в совсем уж запущенных случаях манипулятор – это психопат, вот, который вообще ничего не чувствует. Но это уже в совсем запущенных случаях такое, конечно, бывает. Но я бы сказал, что, ну, по сравнению с другими, случаями этого достаточно, ну, достаточно немного, достаточно немного таких случаев, поэтому обращаться к ним, на мой взгляд, смысла не имеет. Вот. Понимаете, что я имею в виду здесь. А-а-а. Вот. Какая штука-штука. Иными словами, мы говорим о личных мотивах человека, знать о которых мы не можем, да и не должны. Учиться противостоять манипуляторам можно и нужны. В этом нам написано множество книг. Вот. А-а-а, ну, не так много, как по манипуляторам, ну, тем не менее. Но ключевой момент в том, и это глобально, что человек, оказавшийся в области манипулятора, как правило, обладает одним качеством. Одной, я бы сказал, проблемой. Это проблема того, что человек не может быть собой. Если человек не может быть собой, если у человека есть трудности с выражением своих личных границ, с реагированием на вещи, которые ему неудобны, с выражением того, что он хочет или не хочет, то такой человек будет всегда, к сожалению, оказываться на власти манипулятора. Потому что его будут подавлять. И можно сколько угодно говорить о том, что, ну, важна цель этих людей. Надо понять, чего они хотят, можно сколько угодно в этом ключе расследовать, но пока есть такая возможность, так будет происходить. К сожалению, всегда. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Хочется пожелать вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что вы всё-таки займётесь именно собой, а не изучением других людей.